Алекс, привет! Какая честь! Как поживаете? ТТТ с человекоподобным роботом Булат Бурханов общается впервые. Такой опыт поразил молодого человека. На экскурсию по пермскому промо-бот он приехал из Екатеринбурга в рамках проекта «Большая перемена». Очень впечатлили роботы, как их вообще собирают. Не думал, что в России есть именно такие классные разработки. Главная цель проекта «Общество знаний» — просвещение. Новейших разработках сегодня рассказывают талантливым ребятам из Пермского окрая и Свердловской области. Перед экскурсией общение с губернатором края Дмитрием Махониным. Повышение доступности образования в приоритете властей. Это хорошо, что прогресс идет, прогресс шагает. И на помощь человеку уже приходят роботы, которые действительно сделают жизнь проще, технологичную. И я думаю, что такие компании, как промо-бот, они компании будущего. Разработок немало. Это робот-патрульник, который способен распознавать лица. А это медик. Он предложит пройти обследование, проверить давление, сахар в крови, температуру и сатурацию. Рядом человекоподобный робот с внешностью, мимикой настоящего человека. Прежде всего, человекоподобным робот делает его внешность. Специалисты работают на каждом волоском, прорабатывают каждую морщинку и каждую пору. Процесс крайне кропотливый, особенно если нужно добиться схожести с прототипом. Такой робот имеет 600 вариантов микромимики, способен жестикулировать, поддерживать диалог на нескольких языках, на разные темы и помогать в обучении. 20 единиц мы поставили, в том числе, опять же, в Пермский медицинский университет, для врачей, которые ставят диагнозы людям. В планах у промо-бота наращивать обороты и налаживать контакты за рубежием. Ну а после экскурсии ребята, финалисты большой перемены, отправятся на прогулку по Перми. Кстати, после каждой такой экскурсии выходит целый фильм. Его можно будет посмотреть на ресурсах общества знания в социальных сетях. Марина Печенова, Александр Хробыстов, Вести Перм.